здравствуйте ребята я рада вас видеть сегодня вновь на уроке биологии сегодня мы с вами по изучим тему биосфера тема биосфера не является для вас новой с понятием биосфера вы сталкивались в третьем четвертом в пятом классе при изучении предмета естествознания сегодня мы с вами обновим наши знания симос систематизируем их и вспомним то что мы уже знали начнем мы с того что в 1803 году французский натуралист жан-батиста марк ввел в науку понятие биосфера биосфера это вся совокупность живых организмов обитающих на планете земле именно с этим определением биосфера вы познакомились на уроках естествознания давайте мы запишем это понятие в свою тетрадь в 1875 году австрийский геолог эдуард зюс использует понятие биосфера в геологии включив в него и неживую материю осадочных пород 1926 год советский ученый естествоиспытатель владимир иванович вернадский создает труд биосфера в котором он излагает системное учение о биосфере вернадский говорит что биосфера это область земли в которой существовало или существует в настоящее время жизнь пожалуйста напишите определение биосфера данные вернадским в свою тетрадь в своем труде вернадский сказал что живые организмы это главная преобразующая сила планеты земля сейчас 21 век некоторые современные ученые тоже вновь дополнили понятие биосфера они сказали что биосфера это область распространения жизни на космическом теле биосфера имеет свои границы и факторы определяющие эти границы границы биосферы это атмосфера литосфера и гидросфера давайте же вспомним что такое атмосфера атмосфера это газовая оболочка земли небесного тела удерживаемая около него гравитацией с данным понятием вы познакомились еще в пятом классе литосфера твердая оболочка земли гидросфера это совокупность всех водных запасов планеты земля у биосферы есть верхний и нижний предел жизни верхний предел жизни определяет это действие ультрафиолетовых лучей нижний предел жизни это температура земных недр пожалуйста границы биосферы и факторы определяющие границы биосферы перенесите в свою тетрадь теперь мы с вами более подробно поговорим о границах биосферы и о живых организмах обитающих в в ее пределах оболочки земли это атмосфера литосфера гидросфера и биосфера протяженность атмосферы около 100 километров граница жизни 20 километров верхняя граница жизни определяется озоновым слоем литосфера протяжение около 70 километров граница жизни семь с половиной километров определяется денатурация белка ниже семи с половиной километров начинается процесс денатурации белка. Ниже 7,5 километров жизнь на планете Земля невозможна. Гидросфера. 70% поверхности земного шара. Граница жизни 11 километров. Нижняя граница – это дно Марианской впадины. Теперь среда обитания атмосферы. Наземно-воздушная. Среда обитания литосферы. Почвенная. Среда обитания гидросферы. Водная. И среда обитания биосферы. Организменная. Экологические группы живых организмов, обитающие в атмосфере. Это терабионты и аэробионты. Живые организмы, обитающие в литосфере. Это педобионты и эдафобионты. Живые организмы, обитающие в гидросфере. Это гидробионты. И живые организмы, обитающие в организменной среде обитания. Это эндобионты. Различные паразитические живые организмы. В состав биосферы входят тела живой и тела неживой природы. Тела живой природы называются биотический или живой компонент. Тела неживой природы называются абиотический или неживой компонент. Тела живой природы – это организмы. Они называются живое вещество. Компоненты неживой природы. Они делятся на три категории. Созданные без участия живых организмов. Называется костное вещество – вода. Компоненты, созданные с участием живых организмов и абиотических факторов, называется биокостное вещество. Пожалуйста, состав биосферы перенесите в свою тетрадь. Живое вещество биосферы присутствует только в биосфере. Больше его нигде нет. Все живое вещество биосферы едино по своему строению и происхождению. Живое вещество биосферы способно к процессу самоусложнения – к эволюции. Процессы, протекающие в живом веществе биосферы, являются необратимыми. И процессы, протекающие в живом организме, увеличивают количество энергии на планете. Примером такого процесса может быть процесс фотосинтеза. Пожалуйста, свойства живого вещества в свою тетрадку перенесите. Человек оказывает влияние на биосферу. И влияние человека на биосферу называется антропогенный фактор. Сейчас человек использует все большую часть территории планеты и все большее количество минеральных ресурсов. Человечество интенсивно потребляет живые и минеральные природные ресурсы. Такое использование окружающей среды имеет свои негативные последствия. В соответствии с плотностью населения, меняется и степень воздействия человека на окружающую среду. При современном уровне развития человечества, деятельность общества очень сильно сказывается на биосфере, приводя ее в все большее разрушение. Биосфера очень важна для жизнедеятельности человека. Сейчас мы с вами запишем значение биосферы. Первое значение. Сохраняет неизменным состав солей в океане. Следующее значение. Обеспечивает человека продуктами питания. Следующее. Придает разнообразие окружающей среде. Записываем. Осуществляет биологическое выветривание пород. Обеспечивает самоочищение водоемов. Создает осадочные породы и полезные ископаемые. И самое главное. Биосфера является источником и местом обитания человека. Биосфера способна поддерживать газовый состав атмосферы. Домашнее задание. Вам нужно будет прочитать параграф 43 и ответить на вопросы перед параграфом и после параграфа. Особое внимание уделите на вопрос номер 2 после параграфа. Спасибо вам за урок. До скорых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»